Сейчас в России только по официальным данным ковидом заболевает более 40 тысяч человек ежедневно. Но почему-то я в ютубе еще не видел гайда, который рассказывал бы, что делать в случае, если вы или, не дай бог, ваши пожилые родственники заболели ковидом. Как увеличить шансы на выживание и на то, что жизнь после болезни будет такой же, как и до. Многие хотят как бы зааутсорсить эту задачу на российскую систему здравоохранения. Типа, будет плохо, вызовем скорую, там разберутся. Но система здравоохранения сейчас и близко не способна справиться с потоком болеющих. Она кое-как справляется с тем, чтобы никто не умер внутри больницы от недостатка кислорода. Но до больницы еще добраться нужно. Мои родители болели зимой, чуть-чуть не успев сделать прививку, которую они очень хотели. В итоге все закончилось хорошо, но это было довольно страшно. Пока они болели, я разузнал примерно все о том, как максимизировать шансы на благополучный исход. И сейчас кое-что из этого вам расскажу. В этом видео не будет рекомендации, какие лекарства пить. Хоть врачи участвовали в подготовке этого видео, назначать что-либо может только ваш лечащий врач, знакомый с вашей ситуацией. Это видео о том, как действовать, когда вам или вашим близким угрожает самая большая опасность из тех, с которыми вы можете сейчас столкнуться с какой-то более-менее адекватной вероятностью. Надо понимать, что если вы заболели ковидом, у вас есть примерно 3-4 дня, чтобы подготовиться к ситуации, в которой вы будете беспомощно валяться в кровати и с трудом сможете дойти даже до туалета. Это я говорю про относительно позитивный сценарий. Если у вас легкий ковид, легкий он исключительно по сравнению с тяжелым ковидом. То есть при легком вы не попадете на ИВЛ и, может быть, даже не окажетесь в больнице. Но не ожидайте, что это будет похоже на обычную простуду. Легкий ковид – это поражение легких меньше 25%, но это все равно воспаление легких и, возможно, падение уровня кислорода в крови. Это очень тяжелое заболевание по меркам обычной, доковидной жизни. У вас может все пойти и не по легкому сценарию, а, например, по среднему. Это поражение легких до 50%, сильный кашель, одышка, боль при кашле. Вас могут забрать в больницу, хоть и не в реанимацию. При среднем течении вы будете какое-то время в неадеквате и с недостатком кислорода. Нужно будет, чтобы кто-то следил за вами, измерял кислород пульсоксиметром и вызвал, если что, скорую. Сами вы делать это не сможете. Недостаток кислорода отключит в вашем мозгу механизмы, отвечающие за адекватное поведение. Вы, возможно, будете отказываться от врачей, больницы, вообще от помощи, просить, чтобы вас никто не трогал, все, уехали. Короче, вы сами не сможете адекватно принимать медицинские решения о своем здоровье. Вообще, пульсоксиметр – это очень важная штука. Идите и купите его вот прямо сейчас, если у вас есть невакцинированные или пожилые родственники. Да, в любом случае купите. Ковид коварен. У молодых людей бывает резкое падение кислорода, которое не сразу заметно. Кстати, он есть, этот пульсоксиметр, в последних моделях Apple Watch. Если у вас такие, то посмотрите, можно там пользоваться. Есть еще одна причина купить пульсоксиметр. Когда не хватает кислорода, это страшно, чувствуешь, задыхаешься. С пульсоксиметром вы будете точно понимать, что происходит и что делать. Пока он не показал 94%, бояться не нужно, хотя нужно каждые 2 минуты измерять. Но если показал, вызываем скорую немедленно. Тут нужно вернуться на шаг назад. Многие, почувствовав себя плохо, сейчас не делают тест на ковид. Люди боятся всяких мер контроля, что их отправят на карантин и всякое такое. Убеждают себя, что это простая простуда. Вы дальше по этому рассказу поймете. Ограничение передвижений – это меньшее из ваших проблем в данной ситуации, если это ковид. Ну а если нет, так и проблем никакой не будет. Тест будет негативным. Но если это он, то вы и так в ближайшее время не будете в состоянии никуда передвигаться. И чем раньше вы узнаете, что это ковид, тем больше у вас будет времени, чтобы принять меры. Особенно это актуально, если заболевают ваши родственники. И особенно, если они находятся не в Москве, а, например, на даче или где-то рядом с Москвой. От тех решений, которые вы в ближайшие дни примете, зависит жизнь заболевшего и его дальнейшее здоровье. Потому что даже если все сложится более-менее благополучно и человек выживет после ковида, это не пройдет для него бесследно. Тема ковида и его последствий пока исследованы не до конца. Но по некоторым данным, эта болезнь отнимает от полутора до десяти лет ожидаемой продолжительности жизни. Даже после выздоровления человек может достаточно долго чувствовать себя плохо, а некоторые последствия могут проявиться в отдаленной перспективе. Смягчить их или избежать можно реабилитации и регулярным обследованием. Об этом чуть позже. Итак, что же делать в самом начале? У вас или ваших родителей, или родственников появились симптомы. Вы сделали тест. Лучше платный, он быстрее на дом приедет, во всяком случае, в Москве. Ну так вот, вы сделали и узнали, что это ковид. Больной пока чувствует себя нормально. Небольшая температура, а все выглядит как обычная простуда. Но это не простуда. Насколько опасна эта ситуация? У меня заболела 58-летняя мать и 56-летний отец. У обоих диабет. Это сразу резкое и значительное повышение рисков. Мама успела получить первую дозу вакцины. Это резкое снижение рисков. Отцу вакцину не сделали из-за перестраховавшегося врача, который дал неадекватный медотвод. Если у ваших родителей нет диабета, не спешите расслабляться. У них точно есть что-то другое. В 50 плюс лет не бывает здоровых людей. У всех что-то есть. И почти всегда это что-то ухудшает прогноз при ковиде. Такие исходные данные, как у моих родителей по калькулятору Оксфорда, дают риск смертности в 3,5 раза выше среднего, а риск тяжелого течения в 2,5 раза выше среднего для них обоих. Для мамы риски ниже, так как первая доза вакцины их снижает. Но до конца там не исследовано, как именно. Поэтому я действовал, исходя из негативного сценария. В России в данный момент смертность от диагностированных случаев составляет 3%. В мире около 2%. По этим данным, с самого начала пандемии было много споров. Мол, есть асимптоматические, значит, случаи недиагностированные. Всякое такое. Но мы с вами говорим сейчас о ситуации, когда ковид у вас или ваших родителей точно есть. Ваша стартовая базовая вероятность смерти в России 3%. Если оба родителя заболели, вероятность, что один из них умрет около 6%. Но это проценты от всех людей, всех возрастов. Как молодых, так и пожилых. Если посчитать вероятность для моего случая, то каждый из родителей мог умереть с вероятностью примерно в 10%. А шанс, что умрет один из них двоих, был 19%. Что такое 19%? Это 1 к 5. Чуть меньше, чем вероятность 2 раза подряд бросить монетку Орлу. Просто для примера. Вероятность погибнуть, отправившись в Афганистан в составе советской армии, во времена войны, была 1,5%. Это в 10 с лишним раз ниже. Вообще, отправиться в Афганистан было настолько же рискованно тогда, насколько сейчас рискованно заболеть ковидом человеку моего возраста. В 36 лет. Без вакцины. Это вам просто для сравнения рисков. Я все это вам рассказываю к тому, что нельзя относиться к этой ситуации несерьезно. Вы должны оставить все свои дела и перейти на военное положение. У вас дома должен возникнуть экстренный штаб по помощи вашим заболевшим родственникам. Не забывайте, что встречаться вам нельзя. Последнее, что вам нужно, это заболеть тоже. Отменяйте отпуск, берите на работе выходные, семье объясните, что вы сейчас заняты. От ваших действий много чего зависит. Если заболели вы сами, найдите кого-то, кто поможет вам пережить эти дни и вовремя вызовет вам скорую, если что-то пойдет не так. Я уже как-то рассказывал о своем опыте изучения английского. Я его учил в израильской школе. Там у нас практиковали метод погружения. Мы смотрели фильмы, обсуждали их, играли в игры, выполняли всякие задания. Это было весело и интересно. И может потому я неплохо знаю язык и могу достаточно свободно общаться на нем. Это так и должно быть. Изучение языка не должно превращаться в какое-то занудство. От этого можно и нужно получать удовольствие. Именно такой подход исповедуют в Skyeng. Вы наверняка о них слышали. Это самая большая онлайн-школа по изучению английского в Восточной Европе. Чем Skyeng отличается от других школ? Они стремятся превратить для вас изучение языка в хобби. Вас не будут заставлять читать тексты про Лондона или Шекспира, если вам это не интересно. Нет, ваш преподаватель попытается узнать, чем вы увлекаетесь, расспросят, почитают ваши соцсети. И если узнает, что вы, например, вчера посмотрели новый фильм про Бонда, то на уроке предложат его обсудить. Часто преподаватели общаются со студентами в мессенджере даже вне урока. То есть изучение английского становится частью вашей жизни. В Skyeng нет образовательного прессинга и обязаловки. Вы можете сами выбирать расписание и интенсивность занятий. Все, что нужно, это любое устройство с камерой, звуком и выходом в интернет. У Skyeng множится программ для любого уровня знания языка и на все случаи жизни. Деловой английский, английский для путешествий, для IT, для менеджеров, разговорный курс и так далее. Сейчас, как раз в локдаун, самое время заняться самообразованием. Переходите по ссылке из описания и записывайтесь на бесплатный пробный урок. У вас будет возможность разобраться, как устроен портал, а потом к вам подключится методист, который поможет подобрать программу и преподавателя. Ну а с промокодом КАЦ вы сможете получить скидку в 15% на пакеты от 8 занятий. Но нужно поторопиться, потому что действует это до 30 ноября. Учите английский с удовольствием со Skyeng. Теперь пара слов о том, как развивается и протекает ковид по дням. С первого по третий день после появления симптомов, они легкие. Температура ниже 38, ощущение как при обычной болезни. Если что-то тяжелее этого, скорее всего, не повезло и легкого течения уже точно не будет. Кстати, считать дни надо не от диагноза, то есть не от момента, когда вам тест положительно пришел, а от момента, когда вы плохо себя почувствовали. То есть если у вас поднялось 37,2, и вы подумали, что это простуда, полежу дома, и потом второй день было 37,5, а потом на третий 38, а на четвертый только приехал тест, то вы те три дня уже потеряли, все. Теперь вы находитесь в периоде, который с четвертого по шестой день. В некоторых случаях болезнь заканчивается. Это считается очень легким течением. Но не надейтесь, у вас так не будет. Если будет, порадуйтесь. Но готовиться нужно не к этому. Если не повезло и температура поднимается выше, вы начнете чувствовать себя очень плохо. Часто будет кашель, одышка, может ощущаться нехватка воздуха. Надо помнить, ваши мозги уже в этой ситуации не полностью способны оценивать адекватно ситуацию. Дни 7 и 8. Ситуация может немного улучшиться, а потом опять ухудшится. Но может и просто постоянно становиться хуже. Вы с трудом уже можете себя обслуживать. Сложно дышать. Кислород может падать. Дни 8-12. Это самые важные дни. Ваш организм может справиться с ситуацией, и вы можете пойти на поправку. Однако, возможно, еще ухудшение. Вам тяжело дышать, кислород падает. Вы, скорее всего, в больнице. Вам нужно все больше кислородной поддержки. Возникают риски тромбов и других осложнений. Дни 13-14. Если дело не улучшается, вы, скорее всего, попадете в реанимацию. Можете и на аппарат искусственной вентиляции легких. Ну или, если повезет, без него. Врачи в больнице будут пытаться следить за тем, чтобы вы не умерли от тромбов в легких, или в сердце, или в мозгу. Вероятность умереть при попадании в реанимацию составляет примерно 40%. А если вам потребовался ИВЛ, более 70%. Смерть происходит в среднем на 18-й день. Есть одна главная вещь, с помощью которой вы можете повлиять на исход этого приключения, в которое попали вы или ваши родственники. Это доступ к медицинской помощи. Ну, вернее, есть еще одна. Вакцинация! Блин. В Шотландии недавно посчитали, привитые люди старше 80 лет умирают 30 раз реже, чем непривитые. Ну, как можно не привиться? Естественно, и другие возрастные категории умирают и тяжело болеют намного реже. Но тут уже поздно, если уже у вас есть продиагностированный ковид. Вакцинироваться нужно до болезни. Много историй ходит, когда уже заболевшие люди в больницах просят поставить им вакцину или идут в вакцинационный пункт после положительного теста. Это, конечно, так не работает. Вакцина защитит вас, если вы привьетесь до того, как проконтактировали с ковидом. Если вы вакцинированы, скорее всего, болезнь пройдет легко. Тоже нужно быть внимательным, но в больницы вакцинированные попадают только при очень тяжелых побочных болезнях или очень пожилом возрасте. Если у вас медотвод от прививки и вы заболели ковидом, то вам тем более стоит очень сильно беспокоиться. Все, от чего наши врачи пишут медотводы, типа тромбы, аутоиммунные заболевания, астмы, диабет, все это резко увеличивает риски от ковида. Вирус на ваш медотвод не посмотрят. Кстати, если вы ребенок, то тоже риски ваши далеки от нуля. Ну ладно, предположим, вы или ваши родители или другие близкие люди не вакцинированы и заболели. Главное, что вы можете сделать, чтобы им помочь это, устроить так, чтобы они попали в больницу при малейшем намеке на нелегкое течение болезни. Или если они находятся в группах риска, то в любом случае в больницу. Самая большая опасность, от которой можно быстро умереть в случае ковида, это падение уровня кислорода в крови. Это приводит сразу к большому количеству разных проблем, начиная от высокой нагрузки на сердце, вплоть до развития аритмии, заканчивая вероятностью тромбов в легких и инсультом. В больнице вам дадут кислород через специальные такие штуки в нос или через маску, или через аппарат искусственной вентиляции легких, если совсем не повезет. Это самая главная медицинская помощь, максимально повышающая шансы. Есть очень много историй, как люди пытались переболеть дома и умирали ночью или не ночью от инфарктов, инсультов, легочной эмболии или еще по каким-то причинам. Ковид коварен. В больнице это умеют ловить и контролировать, как с помощью кислорода, так и с помощью всяких препаратов, разжижающих кровь. Там будут вам делать анализы, там есть врачи. Там намного вероятнее пережить эту ситуацию. В больнице может быть очень плохо, намного хуже, чем дома. Но там есть кислород, анализы, врачи. В больнице будет очень не хотеться. Это такой психологический эффект. Возникает убеждение, что госпитализация увеличивает вероятность негативного исхода. Ну потому что мы привыкли с вами слышать про легкий ковид дома и тяжелый ковид в больнице. Кажется, что мы сами себя переключаем с легкого на тяжелый, поехав в больницу. Все это когнитивные искажения. Просто помните, вы болеете очень опасной и тяжелой болезнью, и вам нужна медицинская помощь. Совершенно незаменимая вещь, которую вам, как я уже говорил, надо немедленно купить, это пульсоксиметр. Он недорого стоит и измеряет уровень кислорода в крови. Рекомендуют купить два от разных производителей. Если вы видите там 94 и меньше, немедленно вызывайте скорую и требуйте госпитализации. Если 91 и меньше, возможно, вы уже вызывать скорую опоздали. Но немедленно вызывайте хотя бы сейчас. Это не проценты. Вы умрете, не когда там будет ноль. Уже при 91 вероятность смерти без медицинской помощи крайне высока. Попасть в больницу может быть непросто. Я понимаю, что среди моей аудитории есть разные люди. Когда мои родители заболели, я в ужасе читал комментарии на сайтах с переводами статьи о течении болезней. Там есть раздел комментов. И там такое в духе пишут, что сижу в Нижневартовске, тяжело дышать, очень страшно, звоню в скорую, она не едет, помогите, что делать. Я понимаю, что не ко всем моим зрителям приедет скорая. Но вы должны попробовать. К моим родителям в Москве скорая не ехала. Это было первое января. Пик прошлой ковидной волны. И еще и Новый год. Спрашивали симптомы, говорили, что с такими скорой не положено, лишняя отложка. В Москве тогда были две платные клиники, которые принимали пациентов, и мы с отцом решили, что ему лучше туда. Там очень дорого, но опять же, я понимаю, что в моей аудитории есть разные люди. Есть и те, у кого есть большие деньги. И у них тоже болеют родители. Платная больница стоит от 50 тысяч рублей в день. Без депозитов 1 миллион туда не берут. У нас были такие деньги, и вообще деньги у нас ровно на такой случай и есть. Поэтому мы заплатили. Отец попал в медси, и через несколько дней его состояние резко ухудшилось. Хотя показаний к госпитализации в обычной больнице все равно еще пока не было. Кислород не падал. Но ковид бывает разный, и у него он был такой, который больше всего повлиял на почки. К счастью, все закончилось хорошо. Мама лечилась имбулаторно. У нее был легкий ковид, но она в группе риска. Поэтому через день к ней приезжал доктор, тоже платный, из другой клиники. Брал анализы крови каждый день, а также обследовал. Врачей, обслуживающих дома ковидных больных, довольно много. И стоит это умеренней, не так, как госпитализироваться. Анализы и КТ показывали, что все более-менее нормально. И мама перенесла болезнь дома, и оттуда уже из дома сразу отправилась в реабилитационный центр. А отец из больницы. В это время я больше вообще ничем в жизни не занимался. Очень страшный был период. Ну, все закончилось хорошо. Если вы в Москве, есть службы платной скорой помощи. Я точно не знаю, как они работают в случаях с госпитализацией в городские больницы. Но вроде как я так понимаю, что такое возможно. То есть, если обычная скорая не едет, можно вызвать платную. Это стоит типа от 7 до 20 тысяч рублей в Москве. И дальше просите госпитализировать вас в городской больнице. Я не уверен насчет этого варианта, так как мои родители ездили на этих скорых вне в городские больницы. Поэтому вам надо все проверить перед тем, как самим этим пользоваться. Знакомые врачи говорят о том, что в Москве ситуация с больницами более-менее нормальная. Они на хорошем уровне. И скорые приезжают. Если вам повезет, и вы не окажетесь на верхушке волны и 1 января, вы, скорее всего, сможете дождаться городскую скорую и убедить там врача госпитализировать больного. Не стесняйтесь говорить, что человеку плохо. Настаивайте и просите госпитализировать, если есть показания. И никогда, ни в коем случае, даже не думайте подписывать отказ от госпитализации. Это прямой путь на тот свет. Если вы в регионах, я совсем не знаю, что вам посоветовать. Ситуации в больницах по описаниям очень плохие. Но там есть кислород. И там есть анализы крови в этих больницах, даже если там очень плохо. Это повысит шансы, даже если бытовые условия ужасные. Если ваши родители живут недалеко от Москвы, например, находятся на даче или в какой-нибудь деревне или в Рязани, я бы на вашем месте при положительном тесте немедленно сел в машину и поехал бы за ними, чтобы привезти их в Москву. Конечно, если вы привиты. И не забывайте про маску или респиратор. Либо, если есть возможность, нанял бы платную скорую для их перевозки. Ковид, если есть возможность, лучше переносить в Москве. Также вам стоит очень переживать, если ваши родители находятся, например, в деревне или на даче, или еще где-то, и они плохо себя почувствовали, и говорят вам, что да, это просто у нас простуда. Исходите сразу из того, что это ковид, и начинайте действовать. Если в больницу попасть удалось, постарайтесь нанять сиделку, которая будет с больным 24 на 7. Это может обойтись дорого, но это того стоит. Когда кислород падает, человек как бы тупеет, мозг хуже соображает, и люди делают опасные для себя вещи, не осознавая этого. Например, человек может снять кислородную маску, так как ему кажется, что так легче дышать. Врачи говорят, что бывают случаи, когда средней тяжести больной снимал маску и засыпал так, и шансы на выздоровление сильно падали. Сиделка это предотвратит. Также сиделка будет следить за тем, чтобы вы много пили. Это не так просто, как кажется, а необходимо. Ну и болеть с ней комфортнее. Что касается лечения в самих больницах, тут я ничего сказать не могу. Хорошо работающих противовирусных средств от ковида пока нет. Сейчас регистрируют препарат Мерка, который демонстрирует доказанную эффективность, снижает риски в два раза. Это на подходе, но еще не пришло. Еще в некоторых больницах Москвы работает пилотная программа по лечению моноклональными антителами. Так называют искусственно полученные антитела к ковиду. Их вводят в капельницы, и они не дают вирусу размножаться. После капельницы отправляют домой под дистанционное наблюдение. Если становится хуже, тогда уже госпитализируют. Моноклональные антитела работают. Если есть возможность получить такое лечение, лучше ею воспользоваться. Вообще в больницах стратегии используют разные для повышения шансов, но в целом это игра в рулетку. Никто ничего точно не знает. Главную ставку вы уже не сделали. Нет вакцины. Так что теперь как повезет. Я надеюсь, что вам повезет. Но если вы или ваши родители выжили, это еще не все. Это только начало. Весьма вероятно, что жизнь разделится на до и после. Так называемый длинный или долгий ковид, это когда у вас все время туман в голове, вы не можете вспомнить то, что всегда хорошо знали, вам трудно ориентироваться на местности, у вас все время невероятная слабость, такая, что даже выйти из дома бывает трудно. Вы не можете спать. А еще еда вся пахнет тухлятиной, и это не проходит. Выпадают волосы или может появиться постоянный шум в ушах. Если у вас была аритмия, она может усилиться. Если ее не было, может начаться. Есть предварительные данные о том, что ковид может даже стать спусковым крючком для развития болезни Альцгеймера. Долгим ковидом можно заболеть и после легкой болезни. Вероятнее получить его после госпитализации. Менее вероятно получить его, если у вас есть прививка. В июле вышло исследование Imperial College, в котором было продемонстрировано, что более трети переболевших британцев, а точнее 37%, все еще имели симптомы длительного ковида в период от 3 до 6 месяцев после начала заболевания, независимо от его тяжести. А согласно исследованию University of Leicester, 7 из 10 пациентов, получивших помощь в больнице, при выписке еще в течение 5 месяцев не ощущали себя полностью здоровыми. А у пятерых из 10 и вовсе возникла инвалидность. Ковид может ударить по когнитивным способностям. Вы можете просто стать, если говорить просто глупее. Будете медленнее реагировать, медленнее соображать, хуже решать проблемы. В целом способности вашего мозга снизятся. Также ковид обостряет или создает психологические проблемы. Очень у многих возникает депрессия, бессонница, панические атаки. Поэтому практически всегда необходим курс реабилитации и дальнейшее внимательное наблюдение за здоровьем. Вы уже теперь не тот, кем были прежде. Системе здравоохранения сейчас вот вообще не до этого. Выписка из больницы после ковида – это уже счастье. Но когда речь идет о вас лично или о ваших родителях, то как-то не хочется довольствоваться тем, что они просто выжили. Есть разные реабилитационные клиники. Рекомендуется ехать туда сразу же прямо из больницы, не заезжая домой. Если же такой возможности нет, то стоит обратиться к терапевту, желательно к такому, который знаком с ковидом, и попросить его сделать план анализов на ближайшие полгода. Скорее всего, через 2 недели, месяц и 3 месяца после выздоровления нужно будет сдать анализы крови, чтобы посмотреть, нет ли немедленных рисков. Всемирная организация здравоохранения разработала брошюру с рекомендациями для самостоятельной реабилитации после ковида. Есть и рекомендации нашего Минздрава. Обсудите их с врачом. Согласно этим рекомендациям, вы можете совместно со своим терапевтом разработать индивидуальный план реабилитации. В нем будут отражены необходимые для вас лично упражнения и рекомендации, направленные на преодоление таких последствий ковида, как одышка, слабость, когнитивные нарушения и психологические проблемы. Важно помнить, что реабилитация тут сугубо индивидуальная и должна учитывать особенности вашего организма и образа жизни. Универсального списка в интернете не найдешь. Но если нет возможности посоветоваться с хорошим терапевтом, можно заглянуть в методичку ВОЗ. В целом, еще раз, если кратко. Во-первых, вакцинируйтесь. Это единственный способ максимально снизить риски и практически обезопасить себя от тяжелого течения или смерти, и от среднего течения тоже, если у вас стандартный случай. В России доступна одна вакцина с доказанной эффективностью, спутник. Я привился им два раза, а еще и ревакцинировался. Привейтесь и вы, убедите родственников. Второе. Купите пульсоксиметр. Пусть будет. А лучше два. Третье. Если у вас недомогание, то это, скорее всего, не простуда, а ковид. Срочно заказывайте домой платный тест или вызывайте врача на дом из районной поликлиники. Он тоже тест сделает. Если это ковид, у вас есть три дня на подготовку операции по спасению вас или ваших родственников. Пятое. Если болеете, пейте много жидкости. Это снижает общую интоксикацию организма. Шестое. Если температура выше 38, или вы в группе риска, или кислород 94, или одышка в ситуациях, когда ее раньше не было, или грудь болит, или заторможенность, вялость, слабость, дезориентация, вызывайте скорую немедленно и добивайтесь госпитализации. С кислородом больше шансов, чем без. Седьмое. Если есть возможность, болеть лучше в Москве. Только не вздумайте ехать в нее общественным транспортом. Восьмое. Если есть деньги, приготовьтесь их тратить. И помните, что они ровно на этот случай вам и нужны. В могилу их с собой не заберешь, и пожилых родственников ими из нее не достанешь. Девятое. Не принимайте ничего без назначения врача. Вы себе этим никак не поможете, а ухудшить ситуацию сможете запросто. Особенно опасно принимать без назначения врача картикостероиды, такие как доксаметазон, и антикоагулянты. Антибиотики тоже не надо. Ну и еще раз, вакцинируйтесь, пожалуйста. Все это, то, что я тут описал, переживать вам совершенно не нужно. Найдется много других проблем в вашей жизни. Этой можно легко избежать простой и безопасной прививкой. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok